Итак, после того, как головка была собрана, замерена компрессия, ну, к сожалению, не получилось показать весь процесс сборки, потому что работали очень быстро, и как-то не было времени снимать. Но попытаюсь сейчас немножко некоторые моменты объяснить, которые происходили дальше, потому что, опять-таки, много непонятно снятых кадров, которые без какого-то пояснения логичного никакой ценности не имеют. Поэтому начнём. После того, как замерена компрессия, делали такой первый пробный выезд, пробовали так крутить двигатель, но он закончился небольшой неудачей. Крутнули где-то до сотки на второй. Так, что-то недолго музыка играла, дёрнули пару раз, появился какой-то шум. Ну, похоже, как ГБС, сейчас посмотрим. Стук, может, клапан раскрутился, хер его знают. Но обороты были довольно-таки высокие. Так, всем слышно. Но картеры вроде не трут. Давления нет излишнего. В принципе, и двигатель работает относительно ровно. Есть надежда, что это просто раскрутился какой-то клапан. Или, там, притёрся. Встретился, может, с поршнем. Это... Не, если б, наверное, встретился с поршнем клапан, то двигатель бы не работал так долго. Сейчас такое ощущение, что работают все цилиндры. Ну, снимем сейчас крышечку. Наверное, отъедем куда-то, потому что не очень удобно. С крышку ГБС снимем и посмотрим, что там. Так, ну что, снимай, давай, посмотрим. Что ж там такое? Походу, лопнула пружина, мне так кажется. Не знаю, почему мне так кажется. Так, ну я пока ничего не вижу. Ты ж ты видишь? О, гайку вижу. Вон, гайка. Видишь? Хозяк еще. Блин, ободпятника нету, да? Ободпятник утонул, походу. Пожди, ее размололо или что? Что? Слушай, ну это мы еще легко отделались, я должен сказать. Вот, прям таки, прям таки легко. Так, вон, гаечка упала, сейчас, как ее вам показать? Ну, туда, короче, где масло слив, она не пришла в масло слив, а подпятник, походу, найдется со сменой масла. Ну, к счастью, в этот раз отделались, ну, реально легким испугом, потому что, ну, что там, раскрутился клапан, хотя раньше у меня никогда такого не бывало. Хоть и затягиваю я всегда хорошо эти болты, но вот обороты, наверное, как-то растрясло, скажем так, это соединение, и клапан раскрутился. После, поехали меряться, закрутили, поставили подпятник, отрегулировали зазор, поехали меряться. Как видите, хоть двигатель крутится и гораздо больше, чем он крутился до этого, ну, может, не сильно гораздо, если тогда на 90 обрезало, то сейчас он крутится до сотки, но результат разгона, как бы, практически не поменялся. То есть, ну, было там 14 секунд, да, может, 14,5, когда там 13,9 выезжали, сейчас тоже примерно тот же результат, то есть, около 14 секунд, там плюс-минус. Но, здесь результат немножко хуже. Почему? Ну, не хуже, а, как бы, двигатель, может, чуть мощнее, чем был на предыдущих замерах, которые вы видели у меня на канале. Но здесь, как вы видите, переключение между первой и второй передачей заняло около секунды, наверное. То есть, вот эта вот новая коробка, которая стоит, она мне не очень нравится, у неё как-то синхронизаторы синхронизируют плохо, и передачи, вот, наоборот, плохо переключаются. Ну, вот, что есть, то есть, как бы, вот так вот она работает, ну, такие у неё вот недостатки. После чего было, конечно, принято решение, что это вообще нифига не результат. И дальше, что мы сделали? Попытались поиграться немножко, выставить правильное перекрытие. Ставим сейчас, выставляем распредвал по фазам, ставим его в запаздывание на 5 градусов по коленвалу. Если вы видите, там веточка на коленвалу. Сейчас мы вам ее сфокусируем. Что не ловит? Так. Наверное, не смогу я вам поймать. Ну, в общем, в запаздывание, как бы, коленвал ушел на 5 градусов. Там есть метка опережения зажигания 10 градусов, есть в МТ, и, получается, на пол этого расстояния он еще, как бы, туда прокрутился. Вчера мы поставили запаздывание 10 градусов, но что-то, мне кажется, погорячились, боялись, что коснутся клапана поршней. Ну, слишком неровный низ какой-то, сейчас поэтому немножко решили поправить. Соберем, попробуем, крутанем, я надеюсь, что не достанут клапана. Вроде как понажимали в перекрытиях на коровомыслы. Какие-то зазоры есть, ну, посмотрим, как она себя поведет. Вот, кстати, звездочка вот та, которая в видео предыдущем где-то год назад у меня была, вот она стоит, в принципе, вроде как держит она. Там много писали, что она провернется, там, или не провернется, ну, держать не будет. Ну, такая же технология применяется и на двигателях BMW. Там, может, болты, конечно, получше, чем вот эти вот, потому что я не могу с хорошим моментом это зажать. Хоть это 8,8, кстати, марка. Но, в принципе, должна держать. Мы поставили вал практически в перекрытие. Практически в перекрытие, это, как можно понять, по меткам, по москвичевским. Тут есть один нюанс, о котором я раньше не говорил, и, если честно, даже сам не особо был в курсе. Значит, чтобы попасть в перекрытие на москвиче, надо выставить распредвал, там вот прилив на головке. Я вам, может, даже и покажу, да? Покажу. Вот, сейчас мы вам покажем. Значит, это лунная головка. Смотрите, вот прилив. Он имеет, ну, довольно-таки он широкий, да? И чтобы все совпало, было вот практически по перекрытию. Меточка на звездочке должна стоять не по центру вот этого прилива, но должна стоять по этому краю. Вот так вот. То есть, как бы вал относительно коленвала, если вот по стандартным меткам рассмотреть, он как бы в запаздывании, но когда так ставишь, как бы в запаздывании, это где-то 5 градусов по коленвалу, то есть не по центру прилива, а вот чуть-чуть в запаздывании, это где-то 5 градусов по коленвалу, мы меряем подъем впускного-выпускного клапана четвертого цилиндра и получаем где-то 0,8 подъема, то есть мы практически попадаем в перекрытие, что на стандартных валах, что на тюнингах. Они, как правило, идут вот, ставятся по вот этим вот меткам. Так, значит, было выставлено так, как я и сказал, после чего результат чуть-чуть улучшился, но он улучшился не столько, как максималка, вот максимальная мощность, максимальный там разгон до стада, а двигатель стал гораздо мягче работать на низах, появилось гораздо больше момента на низах, и полка момента стала более ровной и нерваной, то есть она как бы стала, машина больше похожа на стандартную, если до этого она была вот, на низах вела себя, грубо говоря, очень злая атмосфера, но при этом верха как-то, ну, вроде и крутились, но как-то, короче, не результат это. Потом она стала снизу вести себя как более-менее нормальный городской автомобиль, а верха остались точно такие же пока. Значит, тоже поездили, опять-таки, ну, результат этот хорошим назвать нельзя. Следующее было что? Росточка карбюратора. Это еще, не будем, вот такой вот наждачкой, ну, типа листовой, это для бор-машинок, потому что для дрели идут больше, это такая вот тоненькая ножка, 31 миллиметр с половиной, и это 80-ка, по-моему. Я уже попробовал, берет вроде хорошо, берет сразу, и, в принципе, поверхность получается довольно-таки красивой, такой, вот, во-первых, правильной формы круг, и без всяких заусенений, без всяких ступеней. Посмотрим, как пойдет. Давай. После того, как мы его расточили, мы подобрали жиклеры. Значит, на данный момент конфигурация по жиклерам стоит какая? 120 топлива в первую камеру, 155 воздух в первую камеру, 110 топлива в вторую камеру, и 125 воздух во вторую камеру. Жиклер холостого хода, вот теперь внимание, стоит 39-й. Как ни странно, значит, кто там видел многих блогеров, не будем их называть, которые под такие полутюнинные движки начинают пихать жиклеры холостого, там чуть ли не 60-е, не 70-е, в общем, там что-то так поливают, что дальше некуда. На самом деле, этого делать не нужно, потому что, ну, 39-го, конечно, тут маловато, но где-то вот, если поставить 45-й жиклерчик, было бы как раз идеально, я думаю, и при этом можно было бы убрать немножко топлива в первой камере. Почему я поставил сейчас 120-й в первую? Потому что вот именно переходной режим был, ну, скажем, такой не совсем ровный, ровный, красивый. Как-то вот, когда уходишь немножко с холостых, начинаешь добавлять газку, получаются какие-то провальчики там небольшие, подергивания. Но добавил я в этот раз именно главной дозирующей системы, потому что не было под рукой 45-го жиклера холостого хода. Это, наверное, надо будет конфигурировать, немножко поменять. Я думаю, идеально будет как? 45-й холостой ход, 115-й или 112-й главная дозирующая система первой камеры. Ну, это на будущем пока стоит, так как я и сказал. После поехали, ну, как-то тоже особо ничего не поменялось. Помимо разгона до сотки у нас было еще два параметра. Это разгон на второй передаче от 50 до 90, и разгон на второй передаче от 30 до 90. То есть, не переключаясь, не тратя время на переключение. Там старты бывают тоже разные, вы сами понимаете, разгон до 100, да, там стартанул, там песочек был на асфальте или было мокро, ну, там результат совсем будет другой, там просто неудачный старт. А все-таки вот просто на включенной передаче с какой-то конкретной скоростью нажать газ в пол и поехать и посмотреть, что будет. Это уже результат менее субъективный будет. Значит, вышло, что на разгоне от 30 до 90 мы по сравнению со старой конфигурацией, старой головкой скинули одну секунду времени, то есть было 9,9, стало где-то 8,9, 8,8. С разгоном от 50 до 90 было 6,6, стало, по-моему, 5,8, 5,9. Вот так вот. Ну, то есть, опять-таки, результат какой-то не очень. Дальше, что мы сделали? Мы немножко доработали распределитель зажигания. Дорабатывался он путем увеличения максимального опережения центробежным регулятором, а именно спиливанием ограничительной шпонки внутри этого механизма. Сейчас вы это увидите, что там конкретно спилилось. Так, произведена некоторая доработка от центробежного регулятора опережения зажигания, увеличен его максимальный ход. Произведено это с помощью спиливания вот этой вот шпонки ограничительной, которая ограничивала раньше ход грузиков. Ее просто спилили почти наполовину, и опережение изменилось с где-то 25 градусов по коленвалу, даже 22, до 30. Ну, посмотрим, что это даст. Пружинки натяжения пока не трогались, то есть вот эти кронштейны не подгибали. Сейчас будем собирать, ставить на машину, посмотреть, что получится. По итогу, где-то максимальный угол опережения зажигания был увеличен на 7 градусов относительно коленвала. Итого, это дало очень неплохой результат, то есть двигатель начал крутиться, как бы так до сотки он уже крутился, вот не докручивался, как раньше, а вот стал крутиться уверенно до сотки и даже перекручиваться. На второй передаче, естественно, вы уж не подумайте, что это максимальная скорость. После этого был сделан замер уже разгон на доста. и, собственно, мы получили 12,5 секунд от нуля до сотки. Пока вот такой вот результат. Ну, будем еще что-то дальше думать и дорабатывать, делать, потому что, ну, как бы, это слабовато, откровенно. Как бы, ну, 12,5, ну, что это такое, да? Хотя, вот именно первые, там, две передачи, вот, разгон, там, до 50-60 на первой передаче. Можете просмотреть, как она сейчас там идет конкретно. Ну, вот именно старты, за счет заднего привода, за счет хорошего момента. В принципе, очень даже уверенный. То есть, если сравнить, мне там часто писали, вот как, там у тебя, например, едет 14 секунд, и ты там тягаешься, например, можешь тягаться с Ланосами, там, или с Шевиками, АВЭО, ну, типа, ты не можешь просто с ними конкурировать даже так. Вот просто сравните динамику разгона, вот, на низах, вот, от 0 до 50, там, или от 0 до, ну, даже 80, да, и сравните, вот, с динамикой разгона, тоже, того же Шевика, или даже той же Приоры. У них, сразу заметите, что гораздо быстрее, просто, она разгоняется от 80 до 100, примерно, то есть, за счет этого они выигрывают. А если посмотреть, вот, от 0 до 50, там, у москвича будет более уверенный результат, кстати, то есть, с низких скоростей, сейчас она, вот, обходит эти машины. Потом, конечно, да, потому что разгон до 100, 12.5, это, пока не результат. Ну, пока так, кто, еще не подписался на этот канал, и интересует тюнинг москвича, также, там, теоретические видео, по теории, там, двигателя внутреннего сгорания, и тому подобное, обязательно подписывайтесь, будет еще много интересного. Так что, всем удачи, на дорогах, и до скорых встреч.